привет всем теплый денек в тени плюс 14 уже начинает зацветать одуванчик и вот пришло время нужно сегодня поменять вот ветерок прохладным это еще утро еще много чего надо подготовить надо подготовить чистые ульи для смены вот для замены пересадить всех чистые улья где посмотреть семьи по силе то есть по расплоду какие какая сила у каких где-то может подкормить медовые рамки распечатать слегка если будет прохладно выбирать оттуда вот такая вот нелегкая работа сейчас представим хочу сказать что дезинфекция обязательно лучше предотвратить потом возиться с лечением учеб перекись обжиг на солнышке на солнышке подсыхает лучшая дезинфекция даю немножко постоять и все смываем теплое время года я использую сверху пленку потому как мне это больше нравится допустим подошел посмотрел видно как пчелы сколько обсиживают и не надо их там холстик поднимать и их лишний раз тревожить поэтому я вот сейчас нарезаю для всех ульев плюночку по размеру и так перед тем как пересадить пчел в чистый улей первонаперво все надо подготовить то есть дымарь у меня подготовил я чистый улей я знаю что в этом у ли мне 5 рамок точно или 4 то есть я помещаю пчел причем сторона это у меня я их помещаю к южной стороне отсюда ставлю заградительную распечатываю полномерные рамочки так пошкрябую сейчас покажу и ставлю их пчелки и будет выбирать лазать прохладненько еще будет и такая вот им подкормочка будет этот на место рядом и ставлю на это место чистый сейчас рамочки распечатаю дальше чего сами знают что делать все это нужно делать быстро весной преобладает воровство пчелки воруют друг у друга мед сделаем повредим крышечки пчелки сами выберут друг дальше разгрызут так все поставим заодно я проверяю их силу этой семьи вот давал сиропчик они его выбрали смотрим что у нас после зимовки крайняя рамка вот они уже впервые забывают пельцевые рамка нормальная не изгаженная все хорошо дальше вторая рамочка вторая рамочка с расплодом быстренько все делаю сильный ветерок поддумает поэтому особо не задерживаемся вот расплодик пчелки работают аккуратненько ставим чтобы не потерять матку не дай бог далее пчелки спокойные вот рамочка с расплодом то есть уже две рамочки с расплодом третья рамочка с расплодом тут уже на выходе расплод вот три пчелки спокойные пока еще ни одна не ужалила три расплода четвертая рамка расплода вот мы видим печатного и еще одна рамочка я думал их пять а их оказывается шесть и шестая рамка тоже есть пятачок расплода здесь наверное матка вот больше всего общего сидит то есть в принципе четыре рамки расплода вот 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 такую дал им подкормку медовые рамки они будут их выбирать и все это укрываем пленкой в теплое время в теплое время я использую пленку вот очень удобно смотреть как семья развивается и все в этом вроде так так также кладу подушечку вот ну когда время придет уже клеща травить будем клеща травить вот так вот все просто очень пересаживаем пчелок пересадил и утепляю хорошенечко там как им сейчас надо обогревать расплод как я говорил начинаю располагать с южной стороны а тут северная сторона у меня получается ну вот то есть ветер будет дуть с южной стороны то в принципе ничего страшного тут северная тут нету гнезда здесь только рамки пустые медные полнометные и поэтому как бы холодок здесь пусто оставаться до них не доходить в принципе здесь ничего страшного пчелы не поносились вот так они перезимовали немного влаги было видим немного конденсатор и немножко подмора в углу который они не вытянули вот ну в принципе все сейчас они перелетят к себе а я почищу это у меня как облетник на две семьи такая перегородочка идет вот вот там вылет и здесь и ток опять рамок для отводки утеплел закрыл и теперь всю эту информацию о составе этой семьи я записываю свой журнальчик пишу число какой улей сколько рамок с расходом так у нас пошел сезон 2020 2020 год так у нас был отводок отводок 2019 года матка молодая и значит мы здесь помечаем себе что 4 рамки печатного распуда можно с потеплениями можно расширить на рамочку но у меня сейчас пока здесь нет возможности не брал ну еще и обещают морозы ночью минус 1 минус 2 поэтому пока надо для чего я записываю для того чтобы потом допустим помочь этим пчелкам если буду их развивать то есть помочь им это дать рамки с расплодом какие-нибудь так все поехали дальше всего всего рамок чтобы заглядывать 6 штук 4 рамки печатного расхода всего рамок 6 штук все хорошо дальше следующий следующий у меня следующий у меня стоит прямо рядом у меня вообще маленький раючик с ним такую же операцию проведем пересадим сейчас в чистые улей в этом угле у меня поздний осенний морей сейчас я также убираю с этого места морей что-то в дно если они живые я еще переставляю все убираем ставим на их место чистый улей так прилетка раз и у вас так и все готово. Теперь запускаем сюда пчелы. Пчелы здесь очень мало, так как я у них забирал еще придачу рамку с расплодом. Поэтому лучше всего делать все очень быстро. Крайняя рамка, немного расплода. К южной стороне их ставлю, как я говорил. Хочу отметить то, что это поздний раек осенний. Вот они какие молодцы, хотят жить и живут. Одна рамка с расплодом. Вторая рамка с расплодом корявая, ставлю ее на край. Нет, на край не ставлю пока. Погода не позволяет. Вижу просто, что у меня та еще пустая рамка. Эта рамка у меня сперво и потихонечку заливают. Так, все, пчелки на четырех рамках. Можно сказать, что сколько? Одна целая расплода, наверное, если все собрать. Накрываю пленочкой. Под крышник. Под крышник. Под крышник. Теперь, как я говорил, лучше под комнатами даем. Пчелки заберут все, что им надо. Пчелки заберут все, что им надо. Вот так чулкам приготовили подкормку. Утепляю и все оставляю дальше жить. Все, накрываем, закрываем. Готово. Также записываю всю информацию о них. Что там, как к себе в журнал, чтобы не забыть. Это тоже бурой. Такую же процедуру проводим с ним. Убираю старые бренни. Рай его отсек. И ставим на это место. Вот пчелки уже полетели. Тяжеленький район был. Вторая рамка из Улья. Как мы видим, печатный расплод. Ставим на второй. Рамка с пиргой. Первая. Ну, пока пускай постоит. Потом ее теплее уберем. Пчела на выходе уже здесь. У нас вторая рамка с расплодом. Третья рамка с расплодом. Вижу, гонят трутни. Значит, здесь надо заменить маточку. Я уже это проходил. То есть, они могут роиться. Четвертая рамка с расплодом. Пятая рамка с расплодом. Пятая рамка с расплодом. Пятая рамка с расплодом. Такая-то пирговая и засев есть. То есть, мотка здесь тоже есть засевчик. Вот вижу. походило однодневный значит здесь у меня ничего не надо ставить здесь у меня полный угол тут роевые эти рамки стоят надо от них избавляться это у меня медовая значит это отодвину сюда их можно уже эту семейку расширять раз они сидят на 9 рамках пчелы начинают жалить все открываем так же как и все семьи литеринчик утепляем ну здесь ничего в принципе требуется только это семейкина я просто некоторые рамки заменить а так в принципе уже можно расширять вот такая картина по подмору в принципе за всю зимовку я думаю это не так уж и много весь подмор после зимовки я закапываю в конце огорода похороны и подкормки такие у меня вот так таким образом мы избегаем заражение других пчел если эти чем-то болели там допустим назематозом или чем-нибудь умерли то есть мы их закопали и других не заражаем и не привлекаем других годах к нашей пасеке подмором этим